Очень много лекций уже по языку есть, и нет смысла этим заниматься. Вот, смотрите, не всегда прямые знания, они нужны. Вот не всегда нужны. Почему-то я даю по чуть-чуть, и почему-то даю именно так. И почему не хочу, скажем, вообще вот влазить и заниматься. Для этого есть другие, у них другая совершенно миссия. Вот там в Крыму сейчас есть молодой парень, не знаю, как его фамилия. Андрей Ивашко. Да, Андрей Ивашко, точно. Великолепные лекции, послушайте. Вот я и рядом даже не встану. Дает язык просто великолепно. В интернете есть. Возьмите все, послушайте, ну, песня, самая натуральная. Он дает классику. Он дает классику вот эту минимальную, 49. Вот, буквица. Но самое интересное, что дает этимологию. Дает вот, как понять, как разобраться, как слог, что такое слог, как он наполняется образами, как происходит образоваяние, каким образом это все идет, как это все разворачивается. Великолепно. Зачем повторять? Ну, зачем повторять? Поэтому мы, скажем, берем то, что есть уже, и начинаем двигаться дальше. Вот эти вещи. Поэтому там лекции эти прослушать, ну, я знаю, ну, месяца два вам, вот так. Если сядете, часа два-три в день будете заниматься. Если говорите, я сегодня пять минут, а завтра ничего, ну, так ничего и не получится. То есть где-то за полгода, поверьте, за полгода, вы уровень языка поднимите на чувственный уровень, когда вот эти вещи вы просто будете чувствовать. Оно само будет открываться. Мозг будет иначе работать, поймите. Как только 49 букв загрузили в голову, у вас сразу бум, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Для начала всем запишите там фамилию Лукашевич, Платон Лукашевич. Найдите его в интернете, работы есть. Прочитайте обязательно, чтобы понимать, как произошло чаромутие, как это все зачаромутили. Платон Лукашевич. Есть в интернете много книг. Самый замалчивый ученый. Один из самых величайших мужей, который Малороссия дала миру. Я считаю, что вот рядом поставить некого. Просто некого. А если еще возьмете Покровского, с Харькова, сына священника, профессора права, кого интересуют вопросы права, там вот его книга «Проблема гражданского права». В России печатают, там все есть, в Украине все молчат, никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Поэтому почитайте Платона Лукашевича, постарайтесь. Но прежде чем Платон Лукашевич начать читать, разберитесь сначала все-таки вот с буквицей, вот послушайте лекции «Ивашка», и найдите в интернете есть, она так и называется, буквица. Это по лекциям Духовного Асгардского училища. Там как угодно можете к этому относиться, но книжка очень добротная. То есть там буквица дана очень хорошо. Как читать книжку? Книжка непростая. Очень непростая. То есть берете первый раз, ее распечатали, она тонюсенькая, там вот такая вот. Просто берите, гладко читайте. От начала до конца взяли и прочитали. Не останавливайтесь. Вот просто читайте. Поняли, не поняли, там не нужно, но вам. Просто прочитали. Потом начинайте второй раз читать. Второй раз уже вчитываетесь. И пробежали. Потом третий раз, когда только начинаете читать, берете лист бумаги, берете ручку и начинаете конспектировать. И каждое слово, смотрите, там за каждым словом колоссальный пласт информации. Там совершенно чудесным образом, даже нашим кастрированным современным русским языком написаны вещи просто очень сильные. Поэтому не думайте, что вот раз прочитали и на этом все. Вот есть время, скажем, едете там где-то в маршрутке или там где-то в метро. Ну не читайте гадость. Ну такая тоненькая книжечка. Распечатайте, сделайте, просто ее читайте. Читайте каждый день. Там образы буквиц, как они идут. Там все это есть. Но там самое главное, чтобы вы понимали, жрецы писали. Там такая информация заложена. Мозги откроются.